Добрый день, с вами госпожа Апаш, и сегодня я покажу, как пройти второй уровень эскалации «Семь смертных грехов. Зависть» в двух вариантах. Первый вариант с рейтингом «Бесшумный убийца», он более быстрый, и второй вариант с рейтингом «Бесшумный убийца, только костюм». У нас три цели. Одну цель убить надо с помощью яда, вторую – с помощью ножа, и третью – с помощью виноградной дробилки. Также у нас есть соперник, которого нужно обогнать и набрать больше очков. Начинаю на парковке и первым делом беру нож. Я направляюсь к винограднику, здесь я спрыгиваю, чуть-чуть пробегаю вправо и спрыгиваю, и душу охранника. Тело нужно слегка оттащить, иногда его находят. Я меняю маскировку и беру винтовку. А сейчас я бегу за цветком с рвотным действием. Мне он нужен для того, чтобы приготовить смертельный яд. Несмотря на то, что тут приходится много обегать, этот вариант все равно самый короткий из возможных, которые я пробовала пройти. Так что я рекомендую. Здесь я прихватываю банку. Она мне понадобится. И вот как раз есть прибор. Но нож я по ошибке прихватила. С помощью которого можно изготовить смертельный яд. Я его готовлю. И направляюсь в здание. Здесь есть охранник, который меня может скомпрометировать. Поэтому я его обегаю справа и пробегаю вперед. Я подбегаю к дробилке, когда наша цель спускается. Ее можно душить только когда она спустилась. И я стою не на лестнице. Иначе ничего не получится. Вы будете скомпрометированы. Я приготовила банку и ее бросаю вот как раз к ящику. Это для того, чтобы отвлечь работника виноградника. А тем временем сбрасываю тело в дробилку. Все, первая цель ликвидирована. И тут я прям прямиком пробегаю. Мне маскировка все это позволяет. Готовлю нож и убиваю вторую цель. Это очень удобное место для убийства. Я чуть-чуть его оттаскиваю, чтобы не нашли. И выбегаю из здания. Мне нужно сейчас подняться в зону барбекю. Где у нас находится последняя цель, которую мы должны отравить. Яд у меня уже готов. И это облегчает задачу. Мы подбегаем в очень удобный момент. Когда персонаж, который нам мешает, стоит у перил. Я там бросаю ружье, чтобы его отвлечь. И добавляю смертельный яд. Но тут, конечно, нужно смотреть, чтобы не было персонала рядом. Никто на вас не смотрел. И все. Посторонний персонаж, перед которым мы положили винтовку, будет отвлечен. Иначе он бы мог съесть смертельный яд. А сейчас остался только один человек. Наша цель, кто употребит добавленный нами яд. Все. Последняя цель ликвидирована. Таким образом, второй уровень эскалации успешно пройден. Да и время вышло очень-очень даже хорошее. Шестое место. И второй вариант прохождения, только с рейтингом уже, бесшумный убийца, только костюм. Соответственно, в связи с этим, время прохождения этого варианта будет длиннее. Здесь я также спрыгиваю, душу охранника, тело тоже чуть-чуть оттаскиваю и спускаюсь вниз. Мне нужно успеть до подходящей к лестнице охраны. И теперь я проникаю в здание через воздуховод. Использую свою камеру. Дважды спрыгиваю и бегу прямо посередине. Можно даже не прогибаясь. Здесь мне понадобится ключ для пресса, чтобы потом избавиться от тела моей жертвы. Я тут же разворачиваюсь к дробилке. Забираюсь на нее и тут же душу работника виноградника. Прижимаюсь к перилам, дожидаясь своей цели. Но тут нужно подождать, пока она отвернется. Как только она разворачивается, я быстро-быстро подбегаю к ней и душу ее. И сбрасываю в дробилку. Здесь можно спуститься уже, спрыгнув с дробилки. И я бегу ко второй цели. Готовлю нож. Цель как раз подходит к прессу. И я бросаю в нее нож. И включаю пресс, чтобы ликвидировать тело. Улик не осталось. А теперь я использую совсем другой путь. Потому что в этом варианте мне придется готовить яд в зоне барбекю. А для этого нужен гаечный ключ, который я прихватываю здесь. Здесь нужно аккуратненько пробежать за этими работниками. Иногда они могут компроментировать. Поэтому нужно потихоньку. И поднимаясь в зону барбекю. Так как готового яда у нас с собой нет, нам нужно его приготовить. И вот как раз цветок, из которого можно изготовить яд. Здесь, конечно, нужно смотреть на персонал обслуживающий. Вот пока яд готовится, я беру с собой рвотный яд, который лежит напротив. И выбегаю. Тут вот, к сожалению, не получается опередить Эмму, чтобы добавить яд. И поэтому я взяла как раз с собой рвотный яд, чтобы избавиться от персонажа справа. Соответственно, и время-то будет длиннее из-за того, что придется дожидаться, когда Эмма вернется. Ну вот, как только посторонний персонаж отходит, я добавляю рвотный яд. И жду. Тут, конечно, нужно тоже посматривать, чтобы обслуживающий персонал вас не заметил. Ну вот, он принял рвотный яд. И теперь удалится. А, я могу спокойно добавлять смертельный яд. Теперь его никто не попробует, кроме нашей жертвы. Ну, а я могу спокойно бежать, даже идти к своему креслу. Так как тут придется подождать, пока Эмма вернется к бутербродам. И я присаживаюсь в кресло и жду ее. Я тут вырезала кусочек. Ну вот, она приняла яд. И все. Этот вариант также пройден. Время, конечно, вышло больше, но это за счет того, что ждали Эмму. Ставьте лайки и подписывайтесь. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...